Сегодняшний маг выглядит вот так Очень скептично настроена Да, я занимаюсь древней магией Почему счастья в жизни нет? Почему нет любви? Как удержать парня? Как добиться любви от человека, который знать тебя не хочет? И главный вопрос Как снять с себя ответственность за все это? И вот вы уже в сумрачной комнате с загадочной женщиной Выискиваете смысл в кофейной гуще И затаив дыхание, ждете, какая же карта выпадет на вашего жениха А кроме гадалок, свои услуги предлагают ясновидящие Незавидящие, колдуны, маги, астрологи, хироманты, целители и знахари Магия любви Такая тема сегодня прозвучит у нас в эфире Ток-шоу, чат, девчат сегодня с вами И мы его ведущие Сидинина Алена И Оля Найс Самое время Самое время представить наших уважаемых экспертов У нас сегодня в студии Игумен Варнава, наместник Свято-Николаевского монастыря Ольга Войновская, психоаналитик Ксения Ревкова, таролог И Каролина Боряева, маг Стиль ведущих от сервиса проката платьев Натальи Кравчук С нами на площадке работает стилист-визажист Сегодня у нас это Нина И она подготовила для своей модели Натали Макияж, при помощи которого вы сможете околдовать любого мужчину Каждое слово, каждый поступок в искусстве магии Служит или добру, или злу Прежде чем сказать или сделать что-либо Нужно знать, какова цена, которую придется заплатить Наша первая героиня уверяет, что владеет сильным даром Как она сама об этом говорит И суперсверхспособностями Давайте узнаем прямо сейчас Внимание на экран Меня зовут Анастасия Подус И эзотерикой я начала заниматься с 13 лет У меня была прабабушка, которую звали Арина Она мне приснилась во сне Это был очень, на самом деле, страшный сон В котором она мне передается старинную ветхую книгу С этой книгой я переняла свои знания Которые в дальнейшем мне начали помогать очень в жизни После того, как я приняла книгу Я начала видеть различных сущностей То есть я ложусь спать И ко мне кто-то приходит Есть какие-то звуки, стуки Было жутко страшно, наверное, в силу своего незнания В силу своего возраста Но потом, как бы, с годами ты к этому привыкаешь То есть уже не страшно ходить на кладбище Не страшно проводить какие-то ритуалы Я начала помогать людям Были практики на кладбище То есть ты идешь проводить определенный ритуал Они проводятся, кстати, для того, чтобы убрать этих сущностей То есть это кладбище, это, скажем так, царство мертвых И вот ты туда идешь, делаешь определенный ритуал Чтобы помочь человеку То есть это во благо помощь Да, у меня есть препятствия Я могу вам погадать, если вы хотите Настя, проходите к нам Мы уже спешим с вами пообщаться Расскажите, вот мы поняли, что у вас прям такая сила с вами Да, вы с ней работаете Какой самый такой интересный случай происходил? Самый завораживающий, я не знаю Вы кого-то из кого-то выгоняли Или кому-то помогли в любви? Да, я занимаюсь древней магией Вот Были сущности, которые находились в людях И им церковь не могла помочь То есть вы вот сами можете определить Есть в человеке какая-нибудь сущность или нет? Да А во мне есть что-то? Я думаю, вряд ли Ага, хорошо Мне интересно Я, во-первых, скажу сразу, что я ни во что вот такого рода подобное не верю Да, я очень скептично настроена в этой передаче Но мне интересно, пользовалась ли Настя для своей выгоды Своими штучками, чарами и приворотами Вот у вас была неразделенная любовь? И вы, например, применяли какие-то колдовские штучки? Была, но нет, я не применяла То есть у вас не было даже такое вот желание? То есть вы это умеете, как вы утверждаете, да? Ну, понимаете, то есть нельзя снять порчу, не умевши ее навести То есть, естественно, нужно знать, как это нужно убирать Подождите, любовный приворот — это порча? Ну, с какой-то стороны, да У меня был опыт, когда пришла женщина, вот Яна приворожила мужа, и спустя 7 лет муж начал очень сильно пить Он начал ее бить, вот То есть, как бы, мы это снимали, мы над этим работали достаточно долгое время, чтобы это убрать То есть вы можете помогать в любви людям, да, при помощи своей магии, гаданий, я не знаю, каких-то чар Я могу рассказать, как это все будет происходить на гаданиях, да То есть человеку нравится другой человек, это неразделенная любовь А это черная магия или белая? Что именно, привороты? Ну, вот вы занимаетесь черной или белой магией? Ну, это тоже понятие такое, знаете, относительное По вам так не определишь, знаете, бывают такие маги, они все ходят в капюшонах, черных Ну, это, скорее всего, стереотипы Сейчас 21 век, поэтому То есть, сегодняшний маг выглядит вот так, да? Ну, наверное Настя, скажите, пожалуйста, образование у вас какое? Медицинское Медицинское, то есть вы, собственно, должны очень хорошо разбираться в людях, да, и внутри, и снаружи Вам не кажется, что вы просто сейчас сидите и делаете из себя, не знаю, тем, кем вы не являетесь Вы просто хороший психолог, например К вам приходят люди с проблемами Вам надо это все как-то накрутить, да? И чем накрученнее человек становится, тем проще им управлять Особенно женщинами, которые попадают в какие-то ситуации, там, связанные с любовными проблемами Они верят во все И ваша задача просто это все накрутить, раскрутить и сказать, да, я тебе помогу Нет, вы не правы Почему? То есть, каждый человек, в принципе, он по своей сути должен быть психологом, да? То есть, в каких-либо любовных отношениях, дружеских, да, идти на компромиссы Но та ситуация, про которую я вам рассказала, касательно женщины, да, которая вот приворожила своего мужа 7 лет назад Она ко мне пришла и сказала, я сделала приворот, да? Я была так-то, так-то и так-то То есть, с моей стороны, я ее ни в чем не уговаривала Я сказала, что мы можем это снять И вообще, в принципе, это чувственный канал И ни один человек не имеет права на него влиять Скажите, Настя, а у вас есть сейчас муж, сожитель, мужчина, любимый? Да, есть Да? Конечно И как он относится к вашей магии? Вообще, может быть, он вас боится, потому что вы его можете приворожить? Или вообще управлять им, да? Нет, не боится Почему? Ну, потому что он такой же зоотари, как и я То есть, вы нашли друг друга? Ну, конечно А вы не боитесь тогда, что он... Ну, почему вы не должны бояться? Это обычно такая же семья Просто кто-то занимается зоотари, кто-то не занимается Кому-то это дано, кому-то не дано Я не скажу, что мне проще жить то, что я это знаю или я умею Нет, отнюдь, мне наоборот не проще жить То есть, ко мне приходят люди с различными ситуациями, которые я должна решить Которым я должна помочь Настя, помогите мне Вот поможете? Вот у меня сейчас, ну, можно сказать, трудности или какие-то вопросы, которые бы я хотела решить Вы можете мне помочь? Гаданием на картах, например Ответить на какие-то мои вопросы Прямо сейчас студия? Прямо сейчас Хорошо Вот мы посмотрим, да? Хорошо, я как скептик, ладно, не буду в этом принимать участие, но ты, Алена, должна сказать честно Хорошо, обещаю Задавайте ваш вопрос Выйду ли я в этом году замуж? Ой, прям мне аж так волнительно Вряд ли Почему? Ну, то есть, у вас есть какой-то человек в данный момент Но Что, появится другой? Вполне возможно Что? Но замуж в этом году не выйти То ли к счастью, то ли к сожалению А что вполне возможно насчет другого человека? Задайте еще вопрос, который вас интересует Ладно, давайте с картами пока все А то вы меня шокировали Вот как вы вообще чувствуете людей, энергетику? Вот я тяжелый человек по энергии? Нет, вы не тяжелый А кто у нас в студии для вас тяжеленький? Ну, да, вот он Кто вам не нравится? Дама в очках Мы сегодня по одну сторону баррикад Дамы в очках Ваш скепсис неуместен На самом деле черная магия, колдовство И маги существуют Да, им помогают бесы Им помогают потусторонние силы Это совершенно реально Поскольку я человек верующий И об этом говорю с полной ответственностью Но я, человек верующий Сначала бы предоставила слово Все-таки нашему гостю Отцу Варнави Дело в том, что действительно Во все времена И люди Знали, что есть Потусторонняя сила И, к сожалению, часто обращались И мы видим и сейчас Это распространено К сожалению Обращаются К темным силам Когда говорят белая магия Черная магия Не бывает ни белой, ни черной магии Это все темная, да? Все это одно и то же Потому что в любом случае Люди Обращаются Понимают они или нет Но обращаются К темным силам Я могу предположить Что среди магов и экстрасенсов Есть какой-то процент людей Которые просто шарлатаны Пользуясь конъюнктурой Пользуясь спросом На эти, так сказать, в кавычках Услуги магические Люди просто делают вид, что они что-то могут Изображают из себя Маков И колдунов И вот история нашей Анастасии Она говорит, что она помогает людям Но вы говорите, что она обращается К темным силам Так получается, она темный маг И обращается к плохим силам Чтобы помочь людям Не бывает светлых магов Все маги одинаковые Все маги темные И если человек действительно Что-то делает И чувствует эту энергию Как вот она говорит То в любом случае, конечно Это темные силы Слушайте, ну если человеку нужна помощь Почему бы ему не обратиться К психоаналитику К врачу К депутату, в конце концов Сходить в церковь Потому что это обычный человек А вот Анастасия говорит, что она эзотерик А эзотерики, они обладают знаниями Только для посвященных людей Я не ошибаюсь, Анастасия В смысле для посвященных? Ко мне приходят разные Только особенные люди Могут обладать вашими знаниями Моими знаниями? Вашими знаниями Ну вот, видишь Мне кажется, здесь уместно будет фраза Обмануть меня несложно Я сам обманываться рад Люди приходят и хотят, чтобы их обманули Дайте, пожалуйста, слово психоаналитику Во-первых, конечно, хочу выступить от лица Как бы светской науки Как бы оставить и церковь, и магию За границами определенными Хочу показать тенденцию Все, с чем я согласна с Настей Это то, что люди не понимают Последствия определенные Я буду говорить о психологических последствиях Есть такая пословица Пустая надежда хуже отчаяния Когда человек идет к магу Псевдо-магу И получает какую-то там Инструкцию или приворот Это и есть пустая надежда Которая перестанет человека Сознательно или бессознательно Мотивировать на поиск выхода из проблемы Тенденция очень ужасающая Как сказал батюшка 90% людей Обращались к разного рода Магам Псевдо-магам Из них больше Число, конечно, шарлатанов Как тут было правильно сказано Это я говорю От лица практики Как и таковой Слово Каролине Вот вас, между прочим Только что назвали шарлатаном Вы знаете, я абсолютно спокойно К этому отношусь Честно говоря, общаясь с людьми Очень много с православными Очень много с разными С религиозной конфессией Встречаешься с тем Что очень негативное отношение Сначала идет И к этому я абсолютно спокойно Отношусь Потому что люди, к сожалению Не понимают, что такое магия Магия — это как математика Это как наука Это даже не наука Это совокупность наук Магия — это объединение в себе И физики, и математики Это метафизики, и химии И философских знаний И так далее, и так далее Честно говоря, направленность магии Черной, белой Я тоже ее не вижу Потому что есть либо деструкция Либо созидание И если ты направлен на какие-то созидательные процессы Тебе будут называть, что ты белый маг Если ты будешь работать на какую-то деструкцию На какие-то привороты, борщ Ты будешь черным магом На самом деле я уже вышла на тот уровень Когда я понимаю, что что хорошее Что плохое Это все находится в мире Это все находится под Богом И если это есть То значит это по воле Божьей Каролин, вот можно вас попросить? На мой вопрос Анастасия при помощи своих карт Ответила отрицательно То есть в этом году я замуж не выйду Вот у вас с собой есть карты? У меня нет карт У меня есть и я Я могу вам ответить на этот вопрос Я могу сказать, что есть несколько молодых людей На данный момент И один из них очень сильно к вам прям тянется Вот, а вы тянетесь к другому молодому человеку И с этим молодым человеком у вас уже достаточно гармонично развивающиеся отношения И платье я вижу Но кольца пока я не вижу Алена, я вижу, что следующая наша героиня Появится у нас в студии Через несколько секунд Через небольшую паузу Я увидела под сиденьем землю План человека наведена порча Это очень мощная сила А вот следующая наша героиня Юлия Является пострадавшей от магии Давайте выслушаем ее историю Меня зовут Юлия Колесниченко Я жительница чудесного города Севастополь Я практический психолог Эзотерик Инструктор женской славянской гимнастики Я работаю с женщинами И помогаю выходить им из кризисных ситуаций Из сложившихся Каких-то жизненных бытовых ситуаций И также помогаю им Благодаря этой гимнастике Этой технике Найти свою вторую половинку Найти свое предназначение Найти умение общаться со своими старшими Со своими родителями Со своими детьми Что это такая психофизическая практика Которая мне очень нравится И мне нравится делиться ею с другими Путь был непростой И возможно моя история Была таким хорошим путем к этому Потому что я столкнулась С не очень приятной ситуацией В своей жизни И благодаря этому Гимнастика пришла в мою жизнь Она меня вывела из этого Такого неприятного момента в моей жизни Юлия, пожалуйста, проходите Что же это за ситуация такая? Добрый день Приключилась у вас Здравствуйте Да, приключилась такая у меня история История любовная была Я встретила молодого человека И наши отношения развивались Очень красиво, романтично Очень интересно И мы нравились очень друг другу По истечении какого-то времени Я узнала, что он не свободен Что у него есть жена И это было достаточно для меня Очень неприятный момент То есть он вам этого не сказал? Он не сказал, да Возможно, я по своей какой-то глупости Я об этом не спрашивала Мне настолько было все приятно И все нравилось Что я об этом не спросила Как-то в моем, видимом, мировоззрении Если мужчина так ухаживает за девушкой То он априори должен быть в свободе Сложилось по-другому И когда мы начали проговаривать о том Что как-то надо выходить из этой ситуации Или же ты решаешь вопрос в своей семье Или же я тогда отхожу в сторону На что было сказано, что нет Что я хочу остаться с тобой, детки маленькие Давай подождем немножко И все разрешится, я обязательно уйду И здесь вот начались какие-то происходить У нас неприятности И это был действительно очень такой сильный удар У меня по здоровью Потому что в какой-то момент Я просто стала себя чувствовать очень плохо Я не понимала, что происходит Потому что именно мое физическое здоровье Оно было, ну, весьма плохо Я стала ходить по врачам И кардиологи, в общем-то, в молодом возрасте И на ровном месте Также наши отношения, они стали Очень как-то сильно усугубляться Почему-то какие-то мелкие придирки Мелкие какие-то неприятности стали возникать Ну и произошла однажды у нас такая ситуация Мы ехали в машине и сбили собаку Это была авария Это была весьма неприятная ситуация И когда вышли из машины Начали осматривать Потому что полетели все вещи, которые там были Я увидела под сиденьем землю И это была не просто земля Как обычно бывает, когда на коврике в машине Это была именно горстка земли Которая, конечно, от движения То есть это было видно, да? Да, это было видно Видно, что это не пыль, не какая-то там еще другая Это было видно И я на тот момент не поняла Было единственное, что очень странно Что там делает эта земля Ну как-то я начала сопоставлять Что нехорошо мне Я к врачам хожу И кардиологи мне говорят Видим кардиограмму молодой, красивой, здоровой женщины Прямо там написано Я практический психолог Так вот я хочу сказать всем в студии и зрителям Что действительно психологи не всегда видят свои психические проблемы Это правда Поэтому у нас и для этого свои психологи Психологические проблемы психолог свой видеть не может Есть такой феномен, как оно закназение Распознание своей проблемы Это правда Все, что описываете вы Это было Это всего лишь психологическая проблема И мы знаем, что в момент психологической вот такой проблематики Увеличивается вот суеверие Я эти случаи слушаю в день ежедневно по несколько раз То есть мы становимся очень чувствительны ко всему И птичка прилетела, и собака дорогу перебежала И кошка хвостом мельнула И во всем видим магию и суеверие Это была исключительно психологическая проблема Вам бы помог психолог, может быть психотерапевт Может быть даже медикаментозное влияние Поэтому я не вижу здесь никакой магии Да, пожалуйста Уважаемые коллеги, я хотела бы, конечно, как торолог С одной стороны согласиться с вами С другой стороны, конечно же, нет Конечно, когда происходит ситуация такая довольно накаленная в жизни Нам нужны помогающие специалисты И все мы здесь сидящие, да, эксперты Я думаю, все согласятся Это люди помогающих профессий И тут важно, на чем акцентирует человек свое влияние Он либо начинает везде видеть какие-то негативные стороны Искать эти совпадения Либо почему он приходит к нам, к специалисту Он хочет получить волшебную таблетку И переложить ответственность, да, нет бы разобраться А что вообще происходит сейчас со мной Почему я ищу виноватых Где-то какая-то земля, какие-то люди что-то мне желают Быть может, нужно разобраться, что сейчас со мной происходит А не соглашусь я с тем, что ведь есть, мы знаем, сила благодарности Сила благословения Когда кто-то кого-то благословляет Это измеряется тем потоком любви, который человек готов отдавать кому-то, другому человеку Я верю лично в то, я не принадлежу ни к одной из конфессий Но я верю в то, что мы сюда пришли в этот мир для любви Вы науку признаете? Да, конечно, у меня академическое образование Вот поэтому, собственно, мы должны на чем-то базироваться Я договорю, если коллега позволит Так вот, мы сюда пришли для любви И если я кого-то благословляю, да, благим словом То у человека начинает все получаться А никто не отменял какие-то негативные программы Я не буду здесь говорить о порчах, о проклятиях Я не люблю эти слова, да, такие вот программирования Я говорю о родовых программах Когда, например, кто-то очень искренне желает какого-то негатива другому человеку Или очень в потоке злости какие-то слова говорит Вероятно, настрой может быть совершенно другой Ну вот так, наверное, и произошло у нашей героини Чем все закончилось? Чем все закончилось? Закончилось, конечно же, тем, что мы разошлись Мы прекратили наши отношения Потому что, ну, здесь, конечно же, я понимаю, что моя вина Она... Из-за магии вы прекратили отношения? Подождите, вы думаете, что вы, да, разошлись из-за чего? Из-за горстки земли? Из-за нового моего осознания того, что происходило вообще Эта горстка земли, она бы не появилась в моей жизни Если бы я не вела себя таким образом Скажите, пожалуйста, Юля А ваше новое осознание пришло к вам после того, как вы повстречали Каролину? Да, я знакома с Каролиной, которая у нас в студии И действительно, общаясь с ней, я поняла, она мне, да, навела как-то на эту мысль Я занимаюсь женской славянской практикой Вместе с Каролиной, да? Я ей знакома была, знакома была с этой практикой Но когда я пришла к Каролине, Каролина мне навела на мысль о том, что это очень мощная сила Почему ты не пользуешься и почему ты для своего тела, для здоровья тела и психики не делаешь эту гимнастику Она действительно очень хороша Так, давайте же послушаем, что по этому поводу думает отец Варнава, пожалуйста Я слушаю вашу историю и просто удивляюсь То горь земли, то еще что-то А почему вы, узнав о том, что молодой человек не свободен, сразу его не оставили? Ведь мы все прекрасно знаем, на чужой беде свое счастье не построят И это верно Конечно Благодаря этому я и прекратила отношения, да? Потому что все же, как любая женщина, я хотела любви И да, таким образом, да, неверно, да, неправильно И мне хотелось, чтобы мужчина сделал этот выбор И он решил, действительно ли он хочет остаться с той семьей Или он хочет остаться со мной Потому что это были огромные слова любви Это очень эгоистично Вы все равно практически увели мужчину из семьи Я его не увела Подожди, никто никого не уводил? Мне кажется, что здесь Юлю из семьи увела Каролина Дайте слово, я хочу узнать вот что Я все-таки хочу закончить свою мысль Да, вот Понятно, что все хотят любви, все хотят внимания Но за счет другого человека За счет счастья другого человека Никогда вы не получите ни любви, ни внимания И никогда не будет в вашей жизни счастье И то, что вы искали причины в своей болезни Нужно было обратиться в себя, в глубь своей души И естественно, вы, может быть, подсознательно даже говорили себе о том, что вы не правы Да И поэтому все, что происходило в вашей жизни Вы во всем искали какую-то логическую причину Что-то извне А на самом деле виновны вы О целении души Да, я на тот момент была очень православным человеком Я остаюсь верующей И акафист Ксении Петербургской 40 дней был отчитан Но, возможно, что-то как-то... Он мне очень помог Я ничего не могу по этому поводу сказать Но мое физическое здоровье, оно не восстанавливалось И здесь, ну, здесь мне пришлось прибегнуть еще к другим Здесь инноватая земля Вот, Настя, вы как эксперт в приворотах Что это было за земля? Откуда? Откуда? Кладбище Что это могло быть вообще? Муж, жена, теща Кто это может? Иногда это просто, оно как бы реализуется, да? То есть проведен какой-то ритуал Откуда эта земля? Она визуально... Ну, как вам объяснить? Проведен ритуал, да? Нет, при чем есть горшок? С кладбища Это земля с кладбища Потому что была на человека наведена порча На том, чтобы человек угасал Чтобы он, ну... То есть Юля говорит все правильно У нее начались проблемы из-за земли Юля, подождите То есть эту землю могла подложить жена? Она догадывалась? Может, вы с ней виделись? Может, она прям напрямую вам звонила И говорила, я тебя заведу? Нет, нет, мы с ней не виделись Напрямую мы не общались Но я полагаю, что это с ее стороны Понимаете, когда вы делаете ритуал Ну, не вы, а вообще, в принципе, какой-либо человек Этот обряд, он уже проведен И земля эта Или там, не знаю, там черные нитки, иголки Они могут появиться Просто? Просто появиться? То есть, вот никогда не находили у себя там иголки, не знаю, там волосы, что-нибудь такое? Нет Настя, скажите, пожалуйста А если бы к вам пришла вот какая-то женщина в отчаянии И попросила помочь? И попросила помочь? Да, каким образом? Вот таким образом, как Юле подложила Мне нужно сделать Заколдовать землю? Заколдовать землю? Ну, да, чтобы она навредила Нет, я бы на это не пошла А если бы она предложила вам много-много денег? Нет, я этим не занимаюсь То есть, я не привораживаю, я не делаю порч То есть, вы только снимаете? Да, я же объясняю То, что приворот это чувственный канал И его не вправе никто нарушает То есть, если двое людей любят друг друга, да? То они должны как-то сами разбираться Что-то как-то, ну... Сами отрицаете сейчас себя же То есть, вроде должны сами разбираться Потом я делаю привороты-отвороты Нельзя привораживать людей Потому что, вот к чему пришла вот этот муж, да? Ну, если бы не было приворотов, у вас не было бы работы Вы бы не снимали, вы бы не отворачивали бы людей Вот вы берете за это деньги? За какое? За, ну, снять от... приворот, отворот, как это называется Я трачу свою энергию, понимаете? Я ее отдаю Мне бывает настолько плохо, что я могу потом сутки спать, не вставая, не его просто Вы, ну, вы не понимаете, потому что вы не такой человек Понятно, то есть, вы цепляетесь за человека Видите в этом проблему Начинайте это все раздувать, разгонять И Юля уже считает, что я готова заплатить любые деньги И отдать вам последнее Лишь бы вот эту хворь с меня уберите, пожалуйста Ну, во-первых, она изначально сама понимала, что как бы, ну, земля То, что она, я прошу прощения, влезла в чужую семью, да? И это сплошь и рядом, когда жены что-то наводят как-то на любовниц своих мужей Она изначально это уже понимала, она чувствовала всем своим утром, что земля эта появилась не просто так Я права? И я ничего не развиваю, то есть, я ничего не накручиваю на человека, что, а вот, может, вы там пылинку где-то не в том месте увидели, да, видели, да, видел, такого нет Нет, сколько обходятся ваши услуги? Что? Сколько обходятся ваши услуги? В зависимости, какие именно Вот такой случай, как у Юли Вот такой случай, как у Юли? Ну, когда Юля ко мне придет, в магническую лавку, в мой кабинет, мы с ней это обсудим А почему вы не говорите это открыто? Это стоит для огромных денег? Это не стоит огромных денег, просто эту ситуацию нужно изначально просматривать на картах, это нужно разговаривать с человеком тет-а-тет, но никак не снять Хорошо, от и до? Ну, примерно Цена? До 7 тысяч До 7 тысяч Да, вот то, чтобы это снять Это единоразовая оплата или это все комплексно? Это все комплексно, потому что это не снимется вот так вот, получается А есть какой-то прайс? Снять порчу, там, столько-то, приворожить, отворожить, столько-то То есть вы уже приходите, мешочек на удачу Это изначально смотрится по ситуации, нет, такого нет Хорошо Дорогие мои Идите в церковь, там все бесплатно В церкви бесплатно Где там бесплатно? Я была, захотела в церковь, в Симферополе У меня не было денег, мне даже свечку не дали, одну бесплатную Что? Вы в Симферополе говорите, что у вас в Симферополе заходила церковь Какая разница? Большая Нет, дорогие мои, все вопросы вот сейчас говорят о том, что верующий человек Ну скажите, если вы верующий человек, то никакая не порча, не сглаз, это вам не должно быть страшно Понимаете? Если Бог за нас, то кто против нас? Если вы человек верующий, Господь, это вот та действительно единственная реальная сила Светлая сила, к которой к Богу обращаясь Мы ограждаемся от всех бед, от всех несчастья И проблема как раз в том, что очень мало людей, действительно искренне верующих Ходить в храм, ездить в паломнические поездки Это еще не говорит о искренней вере, а именно о вашей поступке Во-первых, ваша связь с этим молодым человеком Во-вторых, ваше такое вот паническое, суеверное отношение к земле Да мало ли земли, мы по земле ходим А то, что там горстка земли, понимаете, сами себе рассказали Вы понимаете, мы, вы сами делаете себя жертвой шарлатанов Которые просто на вашей эмоциональной вот этой боязни зарабатывают деньги И неплохо живут Очень горячие обсуждения идут у нас в студии Мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу Обязательно вернемся, оставайтесь Ты мне больше не нужна, уходи У нас наоборот, все отношения ухудшились Это магический переворот на лицо Мы возвращаемся в чат девчата У нас сегодня очень горячие темы И я хочу передать микрофон гостей в студии Потому что от ее истории кровь стынет в жилах Оля, пожалуйста, вам слово Спасибо всем, здравствуйте Меня зовут Ольга Хочу вам рассказать свою историю В принципе, наверное, она банальная Но тем не менее С мужем мы прожили хорошо, вроде бы счастливо Потом, естественно, начались скандалы, наверное, как у всех Бытовуха Да, обычная бытовуха На этой бытовухе мы развелись с мужем Но свекровь хотела нам помочь И пошла, обратилась к какой-то бабушке Как это все потом уже выяснилось Чтобы нас соединить вновь Но вместо этого Получается, она сделала что-то нам в подушке Расшивала туда Подклад какой-то делала И начитала что-то После этого у нас, наоборот, все отношения ухудшились Я на этой подушке, кстати, не спала Спала старшая дочь С которой теперь скандалит постоянно муж Они вот Мы проживаем так же вместе Но у нас скандалы просто на ровном месте Это невыносимо Постоянно наблюдать Дочь не находит общий язык со своим родным отцом То есть получилось, хотела как лучше, да? Получилось как всегда А получилось, наоборот, все только хуже Что скажет маг, который сейчас у нас в студии присутствует? Каролина В принципе, свекровь добилась, чего она хотела Она оставила их жить в одной комнате, в одной квартире То есть они живут вместе Но, к сожалению, не до маги Не доработали И получилась ужасная ситуация Тем, что навредили людям Если у них был путь уйти друг от друга Ну, это не нам судить Это их личный выбор Но пошли проблемы со здоровьем Я вот четко фиксирую Там и нападение было И какой-то грабеж И избиение Это действительно так? Я лежала в больнице С сотрясением целую неделю Вот И я понимаю, что человек вот этим вот соединить Да, она соединила Но при этом она создала огромную кучу проблем Всей ее семье И сделала только хуже Поэтому, ну, здесь ситуация такая Что это нужно в первую очередь Прочищать до сих пор Потому что эта ситуация недоработана И пока они будут жить вместе Не найдет девушка никаких Никакую пару себе в будущем Потому что пространство мужчины Оно закрыто Вот И, конечно То есть им что надо делать? Я не могу советовать Не расходиться, не сходиться Просто снять это? В первую очередь, да Снять просто последствия эти элементарные Каролина, вы бесплатно не можете? Могу сделать и бесплатно В рамках этой программы Вот что скажет отец Варнава? Вот видите, у нас уже третья героиня В студии, которая пострадала Или имела вообще дело с магией И таких людей, на самом деле, очень много То есть ты все-таки хочешь докопаться Да, вот правда это или неправда Уже три человека Что в таких случаях делать? Вообще, что вы думаете по этому поводу? Ну, в начале передачи я сказал Что церковь и никогда не отрицала Существование этих потусторонних Тремных сил Но почему люди страдают из-за этого? Да потому что Человек выйдет на мороз Без теплой одежды Он обязательно заболеет Поэтому, когда говорят Я верю Я хожу в церковь Я ставлю свечи Если человек действительно имеет Искреннюю веру Если человек является членом церкви Причащается, исповедуется Не нужно ничего бояться Никаких ни колдовства Ни магии, ни сглазов Ни земли, ни подкладов Это все абсолютная ерунда И чушь для верующего человека За 2000 христианства Столько было святых Вспомним Киприану и Устиню Киприан, мах, чародей Какие он не предпринимал козни И Устина молилась Была верна Богу И все это проходило стороной Ничто ее не могло задеть Проблема наших героин И нам в том, что они абсолютно В духовном плане беззащитны Перед этими темными силами Следующая наша героиня Оказалась тоже духовно беззащитной Дарья Дайте, пожалуйста, микрофон Поделитесь с нами Вашей историей Что с вами произошло? Добрый день Меня зовут Дарья У меня история случилась давно Это было около 5-6 лет назад История немножко страшно-необычна Учитывая, что я не очень во все это верю Я просто когда-то пошла на день рождения К своей подруге И у нее был в гостях Среди гостей один молодой человек Который сразу мне не понравился Рядом с ним было ощущение Что как-то страшно Как будто сдавливает горло кто-то Я на него внимания не обращала Старалась держаться от него подальше И когда я уходила Он предложил провести меня домой Я, конечно, ему отказала Тем более у меня на то время жених был Говорю, мальчик, успокойся И он посмотрел мне в глаза Схватил за руку и сказал Ты еще сама будешь умолять Чтоб я тебя провожал Ну, я удивилась Пошла домой И вдруг что-то такое случилось С моим женихом Он начал психовать Обзывать меня Не могла понять, в чем дело Я расплакалась Позвонила подруге Говорю, я к тебе возвращаюсь А этот товарищ сидел у нее До сих пор в гостях Он мне вышел, встретил Я пришла Он мне сделал кофе И выпила это кофе Мне стало как-то дурно Нехорошо В голове все закружилось Я плохо все помню Девочки говорят там И плакала, и смеялась То холодно, то жарко А потом вдруг успокоилась Легла на плечо К этому молодому человеку И заснула И вот после этого Начали происходить Какие-то странные вещи Я начала у подруги Сама выпрашивать Его номер телефона Мне так хотелось его видеть То есть проявлять к нему интерес Да А за жениха вообще забыла И вообще забыла У меня такое чувство Что его не было И он даже мне не звонил Он не пытался понять, где я Хотя я три дня у подруги жила Он вообще ничего не спрашивал Я переехала потом К этому новому молодому человеку И все Мне хотелось Чтобы все было у него идеально Я все для него делала Я за ним бегала Он мне ни подарков не делал Ни комплиментов Ничего Анастасия, слушайте, пожалуйста Это магический переворот на лицо? Или все-таки Может быть он что-то дал? Психотропные какие-то препараты? Это можно еще дальше послушать Она же не договорила До конца, чем эта история закончилась Ага, только по финалу, да? Можно понять? Ну я же еще и слушаю Я же понимаю Общаетесь, вы не общаетесь в данный момент? Нет, мы не общаемся Это было очень давно И пока мы с ним вместе жили Я начала очень сильно худеть У меня начались проблемы со здоровьем Но я не особо обращала на это внимание Я даже попала в больницу На фоне всего этого То есть я именно похудела Я весила 42 килограмма Даша, вы его сейчас любите? Нет, я уже замужем И очень счастлива в своем браке С этим человеком А как произошел этот отрыв От вот этого, что было? Долго вы мучились? Я просто пришла как-то домой Рано И увидела, что он с другой женщиной И у меня началась истерика Я пыталась выяснить Что, как, почему В общем, как бабка пошептала Вас его от него Нет, в том-то и дело Как раз такого не было Я наоборот думала Что мне сделать, чтобы его вернуть Что сделали? А он просто меня схватил за руку Опять вот, как в тот самый первый раз И сказал Ты мне больше не нужна Уходи И все Я расплакалась Я побежала к подруге А она говорит Я с тобой уже несколько дней Пытаюсь связаться И не могу Она меня отвела к какой-то женщине И женщина там что-то делала надо мной Какие-то свечи жгла Настя, что скажете? Это приворот? Или вот этот молодой человек Он сам является каким-то магом? Ну, скорее всего Это черный маг А вы встречались Вот с такой вот прям сущностью Что вот он говорит Это гипноз Мне кажется, это гипноз Он тебе говорит Все, ты мне не нужна Это раз Ну, знаете, ко мне в магическую лавку Разные люди приходят И был один молодой человек Он во всем таком Ну, как в фильмах, знаете Вот эти ужасы показывает Может, это один и тот же человек? А? Может, это один и тот же человек? Не знаю Один и тот же это или нет Но он приходит Он нам какие-то там свечи покупал Вот И начинают мне рассказывать Непонятно зачем Как он ходит на кладбище Как он зачем-то режет Кошек черных, да? Ну, это просто Это как бы Он говорит Ну, там, бывает Что я хочу отомстить Что я так не люблю людей Вот это вот Он рассказывал Как бы свечки купил и ушел Я думаю Ну, как бы Все мы разные А это еще делается Такая присуха Она вот похожа На ситуацию с этой девушкой Которая действительно делается И работает она энергетически Да, то есть Возможно, у этого парня Была огромная сила Что он мог подействовать Так через прикосновение Это тоже нужно разбираться И также смотреть Либо на воски Либо на картах А вот придя к вам в магазин И купить свечи Какие-то еще приспособления Можно стать магом? Или это только дается От каких-то сил? Как вам объяснить? Я думаю, что у каждого человека Есть то, что Какие-то знания С чем он рождается Да, определенные Вот Это У вас бывает дежавю? Да Вот, видите? А что вот видите? Что это значит? Я знаю научные объяснения Магические что ли? Ну, нет, это не магические Сны, которые вам снятся Да, какие-то подсказки И так далее Это есть у каждого Просто это кто-то развивает Кто-то не развивает Кому-то это дается в большей степени Кому-то нет Это тоже все относительно То есть если я куплю у вас свечку Какой-нибудь магический алтарь И могу развивать свои способности? Вы можете развивать свои способности Если у вас есть на это желание Не обязательно ко мне приходить За свечкой Либо там за алтарем Если у вас есть желание А вот то можно, не знаю Там послушать какие-нибудь мантры Уединение с природой То есть каждый может стать магом Анастасия Вот вы как уже профессионал Можете помочь Юле И сделать вот такое Энергетическое предсказание Увидеть ее будущее И сказать Все ли у нее будет хорошо Будет ли у нее Любимый муж И вообще семейное счастье Но она же сама изначально Как эзотерик Правильно я понимаю? То есть вы занимаетесь уже Какими-то космоэнергетиками Эзотерик Эзотерика может В принципе просмотреть Но если она мне это позволит сделать Позволяете? Да Можно вашу руку? Пожалуйста Ну что, можно? Во-первых, у этого человека Очень светлая энергия Вы знаете, вот такая Плюшевая Вот, то есть, ну, очень мягкая И вы очень светлый человек На самом деле Чтобы кто не говорил И у вас есть в данный момент Какой-то мужчина Что-то вот такое Было мужское Но у вас все будет хорошо Но свадьбы пока Какой-то определенный не видно Спасибо Спасибо Ну, на самом деле Мне кажется Это было слишком просто Настя Вы меня извините Но такое предсказание Могу дать и я На самом деле Подойти к Алене И сказать Алена, все у тебя будет В этой жизни хорошо Поэтому как-то Все-таки Меня это не убедило Существует эти слова Знаешь, как Вдохновляют на позитив И действительно Когда сам себе проговариваешь Знаешь, аффирмации Что у меня будет все хорошо Все-таки человек Все мои начинания Будут верить И верить хочет во что-то хорошее И всегда будут те Кто хочет обманываться И всегда будут те Кто Кого обманывать Будут обманывать Это так В студии Единственная магия Магия красоты Которая прямо сейчас Сколдуется за моей спиной И мне невероятно интересно Что же сегодня получилось У нашего мастера И какой образ Воплотила на себе Модель Нина, Натали Проходите к нам Мне уже не терпится Посмотреть этот волшебный макияж Нина, расскажите Чем можно заворожить Ваши макияжи В противоположный пол Смотрите Учитывая характеристики Лица Мы подчеркнули Глубину глаз Ее Вытянули немножко Освежили лицо Придали ему здоровый блеск Естественность И натуральность Потому что Именно эти качества Способны привлечь мужчину Спасибо большое Мне кажется Наш эксперимент Точно Дался Да Было очень Жутко Жарко Но очень интересно Мы не призываем И не отговариваем Наших зрителей Принимать те или иные решения С помощью наших героев Мы просто рассказываем Их истории А выводы Дорогие телезрители Предоставляем вам Всем-всем в этой студии И нашим телезрителям Мы желаем счастья Удачи И любви Конечно же Это была программа Чат девчат Увидимся АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ